Утро начинается не с будильника, утро начинается с кофе, и для этого совершенно не обязательно проливать его на себя. Достаточно просто воспользоваться хорошей кофемашиной, которую приятно трогать. Всем привет! Это 21 век, я Катя, и сегодня у нас на обзоре три кофемашины. Это кофемашина Крупс. Выглядит симпатично, я бы даже сказала изысканно. Да, корпус, конечно, из пластика, но при этом он матовый, приятный, и на нем не остаются отпечатки пальцев. Посмотрим, из чего она состоит. Тут у нас контейнер больше, чем на 2 литра воды, и, между прочим, с фильтром. Вот отсек для кофе, он же кофемолка на 5 степеней помола. Кстати, кофемолка непростая. Производитель пишет, что здесь используются металлические жернова, которые используются только в профессиональной технике. Они в процессе работы не нагреваются, а значит, не вмешиваются во вкус и аромат кофе. Капучинатор автоматический. Вот так он выглядит. Носик для кофе двигается, подстраивается под чашку. Сюда сбрасывается жмых. Тут отсек для сбора капель. Пока все понятно, давайте разбираться с управлением. А управление простое, сенсорное. На касание реагирует легко, все понимает четенько. Никуда мы не промахиваемся. При первом включении настраивается язык, дата, время и жесткость воды. А еще в ней можно настроить таймер автоматического отключения и время автоматического включения. То есть, вот, например, поставили мы на 7.05 утра. Вы пока спите, поворачиваетесь с одного боку на другой. Она включается и разогревается. И когда вы уже все-таки заходите на кухню, машина стоит заряженная, горячая и ждет просто, когда вы тыкните заветную кнопочку. В меню у нас 12 напитков. Можно регулировать и крепость кофе, и количество воды в чашке, и температуру готового напитка. Любой из этих рецептов можно настроить на свой вкус и сохранить. Предлагаю на всех кофемашинах сделать капучино и эспрессо. Капучино мы там будем оценивать пенку, а в эспрессо будем оценивать вот эту тоже пеночку крема, которая называется. Потому что не каждая кофемашина может сделать ее и сделать так, как надо. Нам для съемок предоставили две пачки кофе. Но я предлагаю использовать конкретно вот этот кофе, потому что я его знаю, мне он очень нравится. И я смогу оценить его разницу во всех трех кофемашинах. Обязательно опускаем носик. Кофемашина сама смолола, кофемашина сама сварила. И вот наш напиток готов. Приятненько. Важно, что оно не обжигает язык, как бывает после кофемашин. Обратите внимание, крема очень-очень быстро ушла, то есть не прошло даже минуты, я думаю. Так быть не должно. Посмотрим, как будет тоже в других кофемашинах. Помимо того, что здесь достаточно быстро уходит крема, есть еще один небольшой минус. Когда мы запускаем приготовление своего напитка, нам в чашку капает несколько капель от предыдущего приготовления предыдущего напитка. Я считаю, что это не очень приятно, но в целом не критично. Особенно если вы пьете кофе. Кофе капает в кофе. Теперь делаем капучино. Для этого нам еще необходимо молоко. Опускаем носик в молоко. Ставим чашку и нажимаем режим капучино. Чтобы избежать брызг, обязательно опускаем вниз. Обратите внимание, как красиво у нас получилось. Не терпится тоже выпить. Тут чисто за эстетику уже 10 из 10. Я размешала для того, чтобы лучше оценить вкус. Давайте попробуем. Слушайте, очень мягко. Правда, за счет того, что я размешала, пенка стала меньше, но это жертва ради того, чтобы вкус был вот этот мягенький, приятненький. Очень хорошо. С этого я бы хотела утро свое начинать, если честно. В этой машине есть режим самоочистки. Она очищается автоматически после каждого приготовленного кофе. Плюс производители рекомендуют промывать вручную молочную систему после каждой пятой чашки молочного напитка. Делается это вот таким вот специальным ершиком. Инструкцию можно найти на официальном сайте. Но делается это достаточно просто. Вот мы ее берем и засовываем в нашу молочную трубочку. Видите, как даже интересно. И кофемашина вам прослужит дольше, и кофе ваш будет приятнее и ароматнее. Чем мне еще нравится эта кофемашина? Нам здесь положили очень хорошую комплектацию. Во-первых, у нас есть запасной вот этот шланг для молока на случай, если первый потеряется или сломается, или мало ли что может произойти. Также у нас есть фильтр для воды, который устанавливается прямо сюда, чтобы вода наша в кофе была более качественная и чистенькая. Пакетик для декальцирования. И вот смотрите, вот эта вот палочка для определения жесткости воды, что очень важно при приготовлении кофе. И вот такие вот две таблеточки. Но это не нам, это кофемашине для того, чтобы ее очистить. Следующая автоматическая кофемашина – Делонги. Дизайн стандартный. Корпус пластиковый, но она не так проста, как кажется. Здесь есть парочка таких функций, которые мне особенно понравились. Давайте расскажу, что же здесь такое. Одна из них – это молочная система. Она находится у нас отдельно, без всяких трубок, которые можно порвать или потерять, сколько бы угодно дополнительных ни клали. Еще ее удобно мыть. По-моему, классно, когда молочную систему можно помыть отдельно, да еще и в посудомоечной машине. Еще один большой плюсик, что молочную пену мы на самом капочинаторе, собственно, и регулируем. Так, как нам нравится. Мне кажется, большой лайк. Также сверху здесь есть такая площадка, которая при длительном работе кофемашины нагревается. И ее можно использовать как подогрев для чашек, вместо того, чтобы чашечку засовывать куда-нибудь под горячую воду. Мы будем использовать зерна, но здесь можно также использовать и молотый кофе. Кофемолка тоже встроена, и можно регулировать степень помола. Причем специалисты рекомендуют делать это на работающих жерновах. Резервуар для воды на 1,8 литра. Можно внутрь поставить фильтр. Остальное тоже понятно. Вот так подстраивается высота чашки. Внизу отсек для капель и жмыха. Помимо упомянутого, что у нас еще есть? У нас есть фильтр для воды, ложечка для насыпания молотого кофе, специальный инструмент для очистки нашей кофемашины. С одной стороны тут метелочка, с другой стороны лопаточка. И набор для декальцирования. Дисплей сенсорный. Тут 12 рецептов. И настройки в целом привычные. Можно увеличить или уменьшить количество воды и порцию кофе. Сохранить рецепт в свой профиль. Да, здесь есть три пользователя и гость. И пользователи могут сохранить свои предпочтения в этой кофемашине, для того, чтобы потом быстрее делать свой любимый напиток. И температура напитка тоже настраивается. И вообще, давайте уже пробовать. Ставим чашку, опускаем носик, нажимаем эспрессо. Положительное отличие от Крупс, что она сразу же начинает делать, а не долго думает перед этим. Слушайте, намного мягче, чем в Крупсе. Но крема уходит так же быстро, как и в нем. По-моему, здесь эспрессо мягче. Но я думаю, что это просто зависит от изначальных настроек. То есть, каждую машину можно настроить под себя. И вот такие автоматические настройки в Делонге лично для меня приятнее, потому что кофе мягче. Я уверена, что кому-то это покажется слишком мягким. Но это еще один большой плюс, что эту машину можно настроить под себя. Прежде чем начать делать капучино, мы меняем модуль кипятка на модуль молочный. И настраиваем пенку на самую красивую. Обязательно засовываем носик, куда надо. Дадим постоять в чашечке минутку для того, чтобы посмотреть, как распределяться слои в чашке. Смотрите, слоев в чашке тоже четыре, но они не так ярко выражены, как в Крупсе. Я считаю, что для капучино это, собственно, и неплохо. Зато пена молочная, по крайней мере, на первый взгляд, кажется плотнее и толще. Размешаем во имя науки. Однозначно, вот это пока что лучшее. Слушайте, пена густая, плотненькая, намного толще, чем в Крупсе. Мне эти настройки определенно нравятся намного больше. Собственно, ради пены-то я капучино и пью. А вот тут у меня действительно кое-что необычное. Может показаться, что это телевизор, но нет. Это встраиваемая кофемашина. То есть она как духовка, но кофемашина. Кстати, обшивка фасада здесь стекло. Да, она стоит значительно дороже, но зато представляете, как классно будет выглядеть. Ничего лишнего на поверхностях. Райперфекционист. Сама машина есть в белом и серебристом цвете, так что можно подобрать под технику, которая есть на вашей кухне. А так как она встраиваемая для обслуживания, она просто выдвигается. И вот посмотрите, с двух сторон по бокам здесь есть такие удобные площадки, где можно поставить кофе. Очень удобно и экономично с точки зрения пространства. В комплекте у Маунфилд есть вот такая вот ложка и набор шурупов. Неожиданно, да? Ну это для крепления. Что касается функционала. Давление здесь 20 бар вместо привычных 15. Кто-то посчитает, что это маркетинговый ход, а производитель заявляет, что именно давление помогает сделать кофе быстрее и более ароматным. Это отсек для кофе. Вот для воды. Сюда сбрасывается жмых. Капучинатор тут представлен вот такой конструкцией с трубочкой. Можно отрегулировать степени воздушной пенки. Панель у нас очень простая. Здесь 4 кнопки выбора напитка, включение и, собственно, сами стрелочки для того, чтобы перелистывать. Рецепты можно настраивать, меняя количество воды и крепость. Температура напитка также настраивается. И тут тоже есть автовыключение и автовключение. Все, давайте пить кофе. Крема, мне кажется, такая же, как и везде. Но мне кажется, что она дольше держится, чем в двух предыдущих кофемашинах. Что касается насыщенности вкуса, вкус достаточно насыщенный и по мягкости что-то среднее между первой и второй. Оптимальный вариант. Минус, который я здесь заметила, что точно так же, как и у Крупс, перед началом приготовления он немножко капает в чашку остатков воды после предыдущего приготовления. У Де Лонги такого не было, кстати. Слушайте, кофе неплох, но по моему субъективному мнению, стандартные настройки Де Лонги более какие-то приятные лично для меня. Пенка здесь, видите, достаточно небольшая и не такая плотная даже, как у Де Лонги. Из минусов. Здесь можно выбрать язык, но русского языка нет. Там в целом ничего, кроме английского, нет. Если вы знаете английский, вообще для вас не будет проблемой, но в данном случае, конечно, вызвало некоторые неудобства. Вообще, вариант наличия на рынке вот встраиваемой кофемашины – это вау. Это, правда, очень здорово. К вам приходят соседи, смотрят, какая у вас красивая кухня без лишних вот этих визуальных шумов. Здорово. Теперь к выводам. Кофемашина от Крупс мне понравилась особенно своим дизайном, она выглядит действительно очень красиво. А если вы еще не часто пьете молочные напитки и молочную систему вам не придется часто промывать, я считаю, что это отличный вариант. Де Лонги – это мой личный сегодняшний краш. Во-первых, она мне очень понравилась своими интересными настройками, отдельным капучинатором, который легко помыть в посудомоочной машине. Настройками на целых три профиля и еще одного гостя. И плюс к тому, изначальные настройки вот Де Лонги лично мне подходят куда больше, чем в двух других машинах. Я считаю это огромным плюсом, потому что для того, чтобы саму и понять, какие настройки мне понадобятся, мне потребовалось бы время. Так что Де Лонги постаралась для меня. Ну, а встраиваемая кофемашина от Маунтфилд – это вообще что-то классное, очень стильное и действительно украсит вашу кухню. Единственное, что меня вызвало вопрос, что иногда во время приготовления напитка она просит дополнительно нажать кнопку. То есть оно готовит-готовит, останавливается и ждет, пока я не нажму. То есть, скорее всего, я просто не разобралась еще в настройках, но на данный момент мне нельзя было отойти от кофемашины, если я хотела себе готовый напиток. На этом все. С вами был 21 век, я Катя и наши три кофемашины. Если вам обзор оказался полезным, напишите комментарий, поставьте лайк и обязательно подпишитесь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok